всех приветствую сегодня 5 марта я вышла в сад полюбоваться красотой весеннего сада и обнаружила что уже кое-что распускается зацветает поэтому конечно же хочется показать всю эту красоту вам и потом уже сделаю объявление и так цветут морозники это лесные морозники вот такие красавцы с такими прекрасными цветами к сожалению цветочки смотрят вниз но все равно эта красота можно в любой момент подойти поднять цветочек и полюбоваться его красотой в общем цветут морозники цветут уже давно они старые листья нужно убрать чтобы более декоративно смотрелись морозники было холодно и некогда было в общем пока вот так вот красота неописуемая морозники самые первые зацветают и это всегда прекрасно цветают пролезки вот такие маленькие голубенькие красота очень нежная и вообще голубой цвет это настолько красивый притягивает внимание особенно весной такие маленькие чудесные пролезки цветут подснежники это махровые подснежники очень красивые они здесь разбросаны вокруг яблони здесь немножко сорняком поросло поэтому как только установится погода работы достаточно в саду здесь махровые подснежники расстаются по всему саду и вот так вот одиночными кустиками встречаются то там то здесь это в другом уголке сада тоже вот четыре кустика я обнаружила очень красивый сорт не помню здесь я его высаживала или он здесь как-то самосевом вот так давай понюхай понюхай какая красота какой аромат да какая прелесть и котики любят цветочки это махровые подснежники а это лесные подснежники самые обычные лесные подснежники они уже отцветают и тоже размножаются самосевом и встречаются то там то здесь в саду вот там вот тоже вот так растут одиночными цветочками потом отцветает кустик здесь тоже уже отцветают но они цветут уже давно зацветают еще в январе месяце вот такая красота обнаружила вчера цветущий крокус это ботанический вид вчера было солнышко и он распустился а сегодня холодно ветер дождик и крокус закрыл свой прекрасный цветочек но тем не менее красота и в таком вот виде но и еще неописуемая красота зацвели уже ирисы первоцветы это ирисы которые называют еще иридодиктиумы очень красиво и меня здесь вот такая вот полосочка вдоль бордюр чека как бордюрчик вдоль газона вот так я их рассадила и они уже цветут такие милые первоцветы какая красота и хорошо что сейчас прохладненько они по цветут подольше они не реагируют на солнечный день или на пасмурный день они все время раскрыты поэтому для них конечно же пасмурный день вот такая прохладная погода наоборот даже выигрышно потому что цветение они продлевают если будет теплый солнечный день то цветение сократится поэтому у природы нет плохой погоды если погода даже дождевая сырая то это только продлевает цветение этим прекрасным первоцветом вот такая красота ой вот здесь вот еще заметила вот такую картинку махровых подснежников они у меня по всему саду но здесь видимо я их высаживал потому что такая аккуратненькая картинка в одном месте все какие они красивые они моем саду очень и очень давно вот такая красота подснежник махровый чтобы полюбоваться нужно поднять цветочек в общем такие они вот скромняшки здесь вот можно видеть зеленые пуговки точечки зеленые в общем рассматривайте рассматривать эту красоту внутри вот такая розочка бело-зеленая очень красивые цветы это махровые подснежники посмотрите насколько они скромны внешне и если поднять цветочек насколько это просто совершенство природы вот такая красота а здесь вот обнаружила пион тонколистный я его замульчировала а он пробивается уже и нужно его раскрыть потому что подмольчий он такой вот бледненький желтенький пусть уже привыкает солнышку сегодня пасмурный день поэтому ожогов не будет вот такой пион узколистный красавчик самый первый пион который распускается моем саду и зацветает бордовый морозник вот уже есть цветочки распустившиеся но в основном только только зацветает он чуть позже зацветает обычных лесных морозников вот такая красота вот такая вот серединка у этого сорта в общем весна пришла ну а теперь вернемся из сада к основной теме видео предыдущее видео было видео объявление о приеме заказов на клематисы о том что я открываю 1 марта альбом в одноклассниках и принимаю заказы на электронку и уже вечером мне пришлось закрыть альбом а на следующий день я закрыла и видео возникло много вопросов почему так произошло и вот наконец сегодня я немного освободилась отдел от приема заказов даже немного погуляла по саду вместе с вами и даю ответ на все ваши интересующие вопросы дело в том что после видео поступила тут же в этот же день очень много заказов и на электронку и в одноклассниках настолько много что ответить всем не смогла сразу отвечала в течение нескольких дней сорта в этом сезоне были на продажу выставлены интересные популярные много было махровых сортов заказы шли именно на них в первую очередь и даже по несколько штук одного сорта заказывали и уже было понятно что всем желающим но просто не хватит всех моих саженцев принимала заказы по мере поступления по порядочку старалась всех записать в список отвечала на вопросы многие просили совета где посадить какие лучше клематисы купить какие лучше сочетаются с тем или иным растением с розой с другим сортом клематисов саду с хвойником в общем было очень много вопросов которые отнимали много времени и у меня и забрали время у вас в общем те кто быстро среагировал и сделал заказ те в очереди первые в списке а кто сначала консультировался долго вел переписку на которую я не могла даже вовремя ответить и так получилось что те заказчики в списке оказались в самом конце к сожалению но в этом не моя вина это все ваша реакция ваша оперативность поэтому обиды на этот счет я вообще не принимаю и теперь объявление для тех чьи заказы я приняла я всем ответила что заказ принят обрабатывать заказы то есть формировать отбирать по списку ваши сорта делать фотографии и отправлять заказы буду с середины апреля не раньше и хочу предупредить если я приняла заказ то есть написала вам что заказ принят это не значит что все сорта могут вам достаться все будет ясно только при формировании заказа надеюсь на ваше понимание после формирования и отправки заказов останутся излишки некоторых сортов возможно останутся тогда я их отмечу в альбоме и в одноклассниках альбом этот открою и так я соберу ваш заказ если наличие вас устроит возможно вы из излишков что-то сможете дополнить свой заказ я делаю фотографию саженцев отправляю вам если все устраивает вы делаете стопроцентную предоплату включая оплату за доставку и в течение двух максимум трех дней после поступления денег я отправляю вам заказ возможно даже на следующий день в прошлом году я старалась отправить уже на следующий день все заказы вечером как только я освобождаюсь вечером появляется время я сажусь и всем рассылаю трек-номер хочу обратить ваше внимание на вопрос который касается карликовых сортов клематисов в продажу я их не выставляла в этом сезоне их было очень мало и они были забронированы моими постоянными покупательницами сейчас я на них да и в целом на все сорта клематисов заказы не принимают то есть заказы на осень или на следующий сезон на все клематисы будь то карликовые или обычные сорта я не принимаю мне все это усложняет мой творческий процесс в течение сезона я занимаюсь размножением доращиванием уже укорененных саженцев и это доставляет мне огромное удовольствие я надеюсь на ваше понимание заказы я принимаю только в начале сезона по факту перезимовки моих саженцев как вот в этом году я проверила свои саженцы составила каталог и уже потом вам предложила и для продажи и так прием заказов на клематисы закрыт в этом сезоне если останутся излишки открою альбом в одноклассниках и не пропустите это это будет скорее всего в середине апреля или чуть-чуть позже а на сегодня у меня все дорогие друзья я поздравляю вас с началом весны с первыми цветами наших садах по крайней мере в нашем южном климате уже цветы радуют нас своей красотой и я конечно же стараюсь поделиться этой красотой и с вами желаю вам хорошего весеннего настроения хорошей теплой погоды позитивчика до новых встреч до свидания